Дистанционный обучение Мы можем предложить учителям ответить на вопросы, какие платформы они предпочитают использовать в образовательном процессе, имеет ли возможность обучать детей дистанционно из дома и оценить их уровень владения и КТ-компетентностью от низкого до высокого. Аналогичную анкету мы можем предложить учащимся, только сделать акцент на техническую составляющую дистанционного обучения, а именно, имеют ли они возможность выхода в интернет и устройства для этого осуществления. После этого мониторинга мы уже определяем необходимые технологии, оптимальные информационные ресурсы и определяем саму модель дистанционного обучения. Во-вторых, необходимо в школе провести инструктажи, инструктивно-методические совещания, мастер-классы для учителей-предметников, для того, чтобы они в полной мере овладели теми технологиями и ресурсами, которые вы выбрали. В этом нам неоценимую помощь могут оказать молодые специалисты, которые только пришли работать в нашу школу. Как правило, они более современные, мобильные, обладают высоким уровнем КТ-компетентности и готовы ко всему новому. Они могут вам помочь обучить более старших коллег. И, конечно же, важную роль в дистанционном обучении играют классные руководители. Это то важное связующее звено между всеми участниками образовательного процесса, учителями-предметниками, учащимися их родителями, законными представителями. Ведь зачастую вся информация, которую нужно передать максимально достоверно и быстро, осуществляется именно через классных руководителей, через социальные сети, мессенджеры, а то и просто через звонок по телефону. При этом учитель, несмотря на новый формат обучения, все равно продолжает следить за учащимися и за процессом их обучения. Вышли ли они своевременно на информационную платформу видеоконференц-связи при проведении онлайн-урока? Сдали ли своевременно учителю-предметнику домашнее задание? Они продолжают общаться с родителями с утра и до самого вечера. Я предлагаю вашему вниманию одну из возможных моделей дистанционного обучения с использованием облачных технологий и информационных ресурсов. Каков же алгоритм этой модели и что же собой представляют облачные технологии? Облачные технологии — это технологии, в соответствии с которыми информационное пространство организуется как совокупность сервисов, доступ к которым осуществляется через сеть интернет. Примерами таких сервисов может являться электронная почта, электронные журналы, поисковые системы. Облачные технологии предоставляют доступ удаленный через сеть интернет для всех пользователей к различным сервисам и предложениям. Чем же так интересны облачные технологии? Вы можете не иметь никаких своих программ на компьютере, а иметь только выход в интернет, чтобы успешно пользоваться этими технологиями. Можно работать с информацией с разных устройств, от смартфонов до планшетов и ноутбуков. Вы можете использовать данный ресурс бесплатно. И что немаловажно для нашего с вами нового формата обучения, это удаленный доступ. То есть вы можете получить доступ к необходимой информации с любого носителя в любое время, где вам удобно. Это эффективно, надежно, доступно, перспективно, современно и безопасно. Конечно же, как и у любой технологии дистанционного обучения, ее основной недостаток — это зависимость от сети интернет. Кроме того, есть еще приятная особенность облачных технологий, такая как, если вы вдруг решили ею воспользоваться, то вам не надо изучать какие-то сложные технические характеристики, покупать дорогие комплектующие, многоуровневые программы для их установки приобретать. Вам достаточно зайти на браузер, зайти на нужный сайт и произвести там учетную запись. После того, как вы все это сделаете, вы будете иметь доступ к профилю вашему в любой момент времени, с любого устройства, в любом удобном для вас месте. Вам не нужно будет переносить информацию с одного устройства на другое, она уже находится на сервере. И для того, чтобы ее оттуда получить, вам достаточно иметь выход в интернет, знать логин и пароль. Одним из таких удобных облачных ресурсов, которые я представляю вашему вниманию, является облако Mail.ru. Данный ресурс очень удобно использовать как хранилище необходимой для вас информации, а именно материалы для учащихся к уроку. Что же оно собой представляет? Это облако Mail.ru. Вы создаете учетную запись и ссылку на это облако через классных руководителей рассылаете каждому участнику образовательного процесса. Вы можете создать папки согласно учебному плану вашей школы по каждому предмету, например, английский язык, биология. Учащийся, пройдя по ссылке на это облако, он выбирает необходимый ему предмет, и ему появляются папки с наименованиями класса. Здесь учитель либо самостоятельно, если он ведет один в параллели предмет, либо если этих учителей несколько, как, например, учителя английского языка, то они могут уже здесь скооперироваться, и материалы, которые они выложат в данную папку, это будет результат их совместной работы. Зайдя в папку своего класса, что же там увидит учащийся? Он увидит там материалы к тому уроку, который у него сегодня проходит, по расписанию. Основной составляющей, главным файлом этой информации является технологическая карта. Технологическую карту вы можете как разработать в вашей школе самостоятельно, так и воспользоваться предложенной мной схеме. Это технологическая карта, где указан предмет, класс, фамилия, имя, отчество учителя. Также указывается электронная почта, по которому учащиеся будут предоставлять учителю домашние задания. Тема урока, дата. И что немаловажно, учитель в данной технологической карте предоставляет ссылку на тот информационный ресурс или образовательный портал, пройдя по которой учащийся сможет ознакомиться с видеоматериалами к данной теме урока. Затем следует какой-то краткий алгоритм работы с информацией по теме урока. И, конечно же, домашнее задание с четкими инструкциями и временем, когда это задание необходимо предоставить учителю. Чем удобен еще облачный ресурс, облако Mail.ru? Что здесь информацию можно хранить достаточно длительное время, четко ее систематизировать. И что немаловажно, учитель может в любое время войти на этот ресурс и внести сюда необходимые изменения и дополнения. Выполненную домашнюю работу учащийся либо фотографирует, либо сканирует в электронном виде, отправляет учителю. Как этот организовать процесс тоже максимально удобно. Здесь нам также пригодится облачный ресурс, всем вам известный, это электронная почта. Чем она удобна по сравнению с теми же социальными сетями и мессенджерами? Тем, что учащиеся их родители не имеют доступа к личной информации, которая имеется у учителя в тех же социальных сетях. Здесь удобно завести новую почту каждому учителю. Для чего? Для того, чтобы те сообщения, которые будут приходить от учащихся, не путались с личными файлами на личной почте учителя. Здесь также все очень четко структурировано, как и в любой электронной почте. Вы видите, от кого пришло сообщение, фамилию, имя, отчество учащегося, предмет. И что немаловажно, здесь также можно структурировать всю информацию. То есть в левой панели почты, вы видите, можно создать папки по предметам и получаемую информацию хранить в этих папках. Также для вашего удобства вы можете хранить эту информацию на любом удобном для вас носителе. Что происходит дальше? Учащийся выполнил работу, отправил ее по электронной почте, учитель ее проверил и оценил. Здесь также являются немаловажные аспекты дистанционного обучения, как и любого другого. Это конфиденциальность информации. То есть как сделать так, чтобы учащийся выведел только свои оценки, а не оценки всего класса. И здесь нам помогут известные нам с вами региональные платформы, электронный дневник и электронный журнал. Многие школы уже довольно успешно пользуются этими платформами, а те, кто до этого не пользовался, очень рекомендую начать это делать. Для чего это удобно? Вы также самоцентрализованно создаете логины и пароли для всех участников образовательного процесса, учащихся и учителей. И они, зайдя, используя этот логин и пароль, на страничку в электронный журнал или в электронный дневник, они могут видеть только свои оценки, писать вопросы преподавателям, получать комментарии от них. Вообще это очень удобная платформа, которая обладает достаточно огромным функционалом для реализации дистанционного обучения. Уроки можно проводить как в режиме оффлайн, так и в режиме онлайн. Если вы проводите уроки в режиме оффлайн, то вы можете следовать предложенной мной ранее схеме. То есть учащийся по ссылке проходит в облако, заходит в технологическую карту, самостоятельно изучает, проходя по ссылке на образовательной платформе, видеоматериал к уроку, выполняет домашнее задание и по электронной почте отсылает его учителю. И затем только ждет в электронном дневнике, когда же появится оценка с комментариями за его работу. Если учащийся выбрал режим онлайн для изучения темы урока, то здесь нам с вами очень помогут платформы видеоконференц-связи. Для реализации использования этих платформ достаточно заранее создать группы для учащихся каждого класса и с помощью классных руководителей отправить ссылки на этих платформах каждому ученику. Здесь также важно разработать четкие подробные инструкции и памятки для учащихся и родителей по установке платформ видеоконференц-связи и по правилам пользования ими. Скажу из опыта работы учителей, что как и учителя, так и учащиеся, они в данном положении, когда все мы находимся в режиме самоизоляции, не хватает того общения и школьной атмосферы, которая была на уроках и на переменах. И вот такая возможность выходить через платформы видеоконференц-связи и общаться друг с другом и с учителями, она находит положительный отклик, и учащиеся с удовольствием подключаются, общаются, задают вопросы. Кроме того, чтобы уроки проходили достаточно организованно, естественно, необходимо разработать и утвердить расписание проведения таких уроков. Это расписание лучше всего разместить на школьном сайте. Вообще школьный сайт является тем официальным источником обратной связи информации между школой и родителями. Здесь целесообразно создать даже отдельную вкладку, как можно ближе, которая так и называется «Дистанционное обучение». И родители, пройдя по этой вкладке, они смогут ознакомиться с нормативными документами, отражающими алгоритм работы в данном режиме, расписаниями уроков, консультаций для учащихся, ознакомиться с памятками, инструкциями по организации дистанционного обучения. Кроме того, можно создать интерактивное расписание, то есть к каждому классу прикрепить активную ссылку. Если учащийся решил изучать материал урока в данный момент в офлайн-режиме, то он по ссылке проходит на какую-либо образовательную платформу и там дальше самостоятельно изучает материал урока. Если он решил, что ему необходимо общение в режиме онлайн, он по прикреплённой ссылке проходит на платформу видеоконференц-связи, где также происходит процесс его обучения. Здесь такое интерактивное расписание необходимо обновлять каждую неделю, так как, вы сами понимаете, ссылки теряют свою актуальность, и на следующую неделю они должны быть уже новые. Также при организации уроков не следует забывать о соблюдении норм SAMPIN. Так, безопасная продолжительность непрерывной работы учащихся за компьютером составляет от 15 минут первых-четвёртых классов до 25 минут восьмых-одиннадцатых классов. И учителю нужно построить свой урок таким образом, чтобы при онлайн-общении с учителем не было такого, что учащийся сидит и все 25 минут непрерывно смотрит в экран. Что в таком случае можно сделать и как построить урок? Например, в пятом классе время такое составляет 20 минут. То есть учащийся, учитель может в начале урока объяснить в течение 70 минут какой-либо материал, затем дать задание, чтобы они работали самостоятельно с учебником или с тетрадкой, и в конце урока уже где-то 10 минут потратить на общение непосредственно с самим учащимся. Кроме того, важными являются консультации с учащимися девятых-одиннадцатых классов для продолжения их подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Здесь также расписание необходимо разместить на сайте вашей школы, чтобы оно было активным и актуальным. Также неоценимую помощь в подготовке учащихся государственной итоговой аттестации оказывают различные образовательные платформы, которые на период дистанционного обучения сделали свои ресурсы бесплатными. Эти платформы учителя часто используют для проведения пробных экзаменов. Кроме того, образовательные ресурсы, которые рекомендует Министерство просвещения Российской Федерации, это, например, сайт ФИПИ Федерального института педагогических измерений. Кроме того, часто перед учителями сталкиваются с такой проблемой, что необходимо оценить уровень самостоятельности выполнения той или иной работы каждым ребенком. Все мы с вами, как родители, всегда хотим помочь, чтобы он сделал как можно лучше домашнюю работу и получил как можно более высокую оценку. Но эта оценка не всегда показывает истинный уровень знаний ребенка по тому или иному предмету. И здесь нам также приходят на помощь информационные ресурсы, с помощью которых также можно не только использовать уже готовую самостоятельную или контрольную работу, которая будет соответствовать фонду оценочных средств, утвержденному в школе, но и также создать свою собственную работу, где можно выставить ограничения по времени, то есть учащемуся в течение 45 минут будет доступен данный ресурс. Он его изучает в задании о контрольной работе, пишет на листике в записях черновичке решения и выкладывает на сайт правильные ответы и тут же видит мгновенный результат. Есть очень много сайтов, самой простой навигации, где можно задать необходимые характеристики, вести тексты контрольных работ и, что самое главное для учителя, увидеть динамику и характер выполнения заданий как всего класса, так и отдельного учащегося в целом. Также можно использовать различные другие дистанционные площадки, это УЧИ.РУ, Российская электронная школа, Медиатека издательства просвещения, которая также, как и другие образовательные ресурсы и библиотеки, открыла на период дистанционного обучения бесплатный доступ, не ограниченный к своим электронным формам учебника. Яндекс.Учебник для учащихся первых-пятых классов и, конечно же, незаменимую помощь нам с вами оказывают уроки наших крымских учителей на Первом Крымском канале, ссылки на которые вы также можете разместить в технологической карте урока, в активном расписании на сайте школы и даже просто в отдельном виде. Я представила вашему вниманию одну из возможных моделей реализации дистанционного обучения с помощью облачных технологий и информационных ресурсов. Я надеюсь, что данная информация в чём-то оказалась для вас полезным. Желаю вам удачи. Я думаю, что у нас с вами всё получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова